Часто ли люди спрашивают кирпич или не часто? Редко, но все равно спрашивают. Причем спрашивают в основном те, кто вообще первый раз в жизни касается стройки. А мы хотим дом из кирпича. Ты им когда даешь цену из кирпича, сколько это стоит? Они такие, а что так дорого? Вот же дешевле, так это из газобетона в два раза дешевле. А из кирпича это реально в два раза дороже получается. И давайте сегодня обсудим, стоит ли строить дом из кирпича. Сколько это стоит, сколько это по времени займет и нужно ли это вообще. А сейчас вообще строят из кирпича? Строят, но это уже крайне не массовое строительство. У кирпича есть свои преимущества, очень весомые. Первое, это бешеная прочность, то есть ты спокойно из него строишь любой размер дома, на него любые перекрытия, это все не дает усадку, не трещит. Ты сразу его можешь отделать практически после этого, то есть как газобетон, не надо подождать, пока он чуть подсохнет, чтобы у тебя просто штукатурка не трескалась поверх этого газобетона. Кирпич, который полнотелый и, допустим, вот эти крупноформатные блоки порезованные, это разные вещи. Свойства похожие, но они гораздо менее ярко выражены в крупноформатной керамике, чем в самом кирпича. Если кирпичный дом правильно построить, то на нем практически вообще невозможно появление трещин. А трещин я, кстати, рассказывал здесь. Да, но дом у нас не должен быть максимально прям прочный, чтобы это был бункер, там войну пережить, нет. Дом должен быть в первую очередь теплый, а во-вторых, в нем должен быть комфортный климат. Например, если сравнить кирпичный дом и каркасник, или газобетон заштукатуренный, какое преимущество у кирпича появляется? Кирпич, как говорят, дышащий материал, но не в том смысле, что он там насквозь себя проводит воздух, туда-сюда гоняет с улицы перемешать, нет. У кирпича очень высокая капиллярная активность. Он может в себя влагу забрать и влагу отдать. Мы там сидим, допустим, там 30 человек, влажности много, еще кто-то что-то готовит. В каркасном доме это сразу приводит к парниковому эффекту. Стены не забирают тепло и не забирают влагу в себя, потому что все в пароизоляционной пленке. И все, что мы надышали и подняли температуру, ну все здесь с нами остается. И мы что вынуждены делать? Открывать окна, систему вентиляции и проветривать. Кирпичный дом за счет теплопроводности забирает в себя лишнее теплоизбытки. Гораздо дольше остается комфортная температура внутри, без всяких вообще там систем регулирования температуры. То есть кирпич может забрать в себя эту избыточную влагу, распределить по своему объему. И когда вы закончите там издеваться над домом, уйдете, влажность поменяется в помещении, кирпич обратно все это отдаст или выведет на улицу. При этом это не будет приводить к намоканию стен, к отшлушиванию штукатурки и прочему. Критического накопления влажности где-то вот локально под отделкой не происходит за счет вот этого распределения. Плесень завести у себя в доме в кирпичном гораздо сложнее, чем в газобетоне, уж тем более в каркаснике в полиэтиленовом. Самое вообще бешеное преимущество кирпича – огромная теплоемкость. Например, мы зимой прогрели дом, у нас стены теплые, они нагреты на всю толщину, тепла в каменных стенах кирпичных очень много запасается. Например, в каркасной стене тепла вообще не набирается нисколько, потому что теплоемкость каркасной стены определяется теплоемкостью отделки, которая такусенькая. Гипсокартон или там деревяшка, которая тепла почти не аккумулирует. А кирпичная стена охренеть сколько аккумулирует. И к чему это приводит, к какому эффекту? Надо резко проветрить помещение. Мы все открыли на сквозняк, закрыли и у нас в каменном доме тепло. А в каркаснике, если ты так сделаешь, тебе еще время нужно будет, чтобы обратно нагнать эту температуру. Ты нагреваешь только воздух, ты конструкцию не нагреваешь. В кирпичном доме этот эффект как раз офигенный. Ты можешь проветрить с утра до ночи, все равно будет тепло. И тот же самый эффект у тебя летом. Чтобы нормальный построенный дом кирпичный нагреть солнцем, бипец, нужно времени и солнечных дней. Потому что пока этот кирпич прогреется на всю толщину от солнца, а если он еще снаружи у нас утеплен, это вообще будет просто вечность происходить. Уже зима следующая наступит. А так почему не строят с кирпича, потому что он такой классный? А потому что дорого. Сам по себе кирпич, если считать объем стены, то он получается так заметно дороже, чем любой газобетон, чем эта крупноформатная керамика. Из него гораздо сложнее строить. Охрененные объемы кладочных смесей. Работа дороже, сам материал дороже. Строить, соответственно, долго. Возить сложнее и дороже, потому что он тяжелый. Один куб кирпича весит примерно полторы тонны, а газобетон это 400 килограмм с куба против тонны, полутора тонн. Представляешь, разница какая? Плюс кладка из газобетона, если у тебя плюс-минус нормальная рабочая, это ровная стена, которую надо чуть-чуть там поштукатурить и все. Кладка из кирпича более требовательна потом к последующей оштукатуре, потому что она более кривая будет, даже если у тебя каменщик просто супер офигенный чувак. Для сравнения, чтобы построить стены для домика 100 метров, вот просто внешний контур, купить газобетон, заплатить рабочим за смесь, за доставку примерно выйдет в 500-600 тысяч. А если то же самое сделать из кирпича, просто внешний стены, там без миллиона вообще не подходи. То есть вот на ровном месте мы прям раз, у нас стены в полтора, в два раза дороже. Если ты строишь газик 400 миллиметров, то его в принципе утеплять и не надо по-хорошему. Ну, по крайней мере, у тебя технический расчет говорит о том, что можно это протопить даже электричеством. Если ты построишь из полнотелого кирпича такую стенку, то ты охренеешь ее отапливать. Ее надо утеплять дополнительно снаружи. И у тебя раз, еще там 1300-1400 влетит на внешнее утепление со штукатуркой. Совсем другая квалификация каменщика нужна. Потому что одно дело, ты там из газобетона 5 кубов в день накидал в одно лицо, сам замесил смесь, сам накидал. У каменщика норма выработки полтора куба в сутки, ну, в день рабочий. Ему нужно подмастерие, которое будет подносить эти кирпичи. Ему нужно подмастерие, кто будет месить смеси. Поэтому, если вы не хотите из айтишника превратиться в прораба на стройке, то лучше приходите в нашу строительную компанию. Мы сами все организуем, полностью проведем администрирование строительного объекта. И все сдадим в срок и под ключ. Все подробности по ссылке в описании. Опять же, из кирпича, чтобы построить, ты сам пойди, иди, положи кирпич. Я сколько раз видел, у меня там родственники, знакомые, сами начинают. Ну, что там, вроде несложно, что там кирпичи друг на друга. Крылые кирпичи подсунули. Потом наблатыкаются, там еще книжек почитают, роликов посмотрят. Вроде раз, начинает получаться. Но, это не такая простая задачка, как может показаться. С газобетоном, например, в разы проще. Он, блин, ровный, одинаковый, ты его пук-пук-пук, и готово. Тут надо прям подстучал, подровнял. Надо, чтобы рука была набита. Ты газобетон, если ты вот строишь-строишь-строишь, раз, у тебя оконный проем, надо полблока отрезать. Взял ножовку и отрезал. Кирпич мы клали-клали-клали, раз, надо половинку кирпича. Болгарка резать, да ты охренеешь. Там столько пыли будет, ты через там два отреза будешь весь красный в этой пыли. Нормальный каменщик, у него специальный молоток есть такой. Он так прям аккуратно знает, как под каким углом ударит. Прям туньк, и откалывается кирпич ровненько. Кстати, главное, не купить фуфламициновый кирпич. Можно купить из дерьма и веток, намешанный. Берут, намешивают с красителем, получают красную такую субстанцию, похожую на кирпич. Но там от глины одно название, там хрен пойми, что намешано. К сожалению, такое сейчас тоже присутствует. Стоят копейки, люди на это ведутся. Естественно, это, вот это изделие красное, похожее на кирпич, кирпичо, относить нельзя. Поэтому, если вы очень хотите строить все-таки дом из кирпича, то очень внимательно и щепетильно относитесь к тем, кто будет из него строить. А с вами был Филипп и канал строительной компании SkyHome. Лайк, подписка. До новых встреч.